Библейский портал экзегет.ру представляет Вот этой группы людей, которые занимаются священнослужением У них нет своего удела Мы в 44 главе читали Но свой удел есть у Господа То есть у всех колен, племен есть своя территория На земле Израиля Ее нет в реальности Иезекииль описывает, конечно, идеальный будущий мир Но вот там, пусть нет у левитов своего удела Зато есть удел у Господа Когда будете по жребию распределять землю по уделам Вот имеется в виду разным племенам или коленам Отделите Господа священный участок земли в 25 тысяч локтей шириной 25 тысяч локтей, соответственно, локоть это около полуметра Да, значит, это где-то 10 с небольшим тысяч метров 10 километров шириной И в 20 тысяч шириной Ну и, соответственно, чуть-чуть позже шириной Весь участок в своих границах будет священным То есть вот храмовый участок, он особо священный Но еще и достаточно большой кусок земли вокруг него Часть его, квадрат 500 локтей в длину и 500 в ширину, пойдет на святилище Это уже описано, да? Святилище уже описано как построенное, состоявшееся в 40-й, 41-й, 42-й главах И еще по периметру перед ним будет 50 локтей пустого пространства То есть такая нейтральная полоса между самым священным и чуть менее, но тоже священным Из этого участка выдели половину 25 тысяч локтей в длину и 10 тысяч локтей в ширину Там будет святилище, главное, святыня Этот священный участок будет для священников, которые служат в святилище И предстают на свое служение пред Господом Там дай им место для жилья, и там же будет святилище То есть вот это не их удел Он тщательно подчеркивает, что у левитов и у священников нет собственного Есть только Божье Но это вот их общежитие, их территория А вторая половина, 25 тысяч локтей в длину и 10 тысяч в ширину Для левитов, служащих при храме, для селения, где им жить Вот отдельный такой участок, где исключительно священнослужители И для города, имеется в виду будущего Иерусалима Отделить участок 5000 локтей в ширину и 25 тысяч локтей в длину Прямо у священного Господнего участка Это будет общий город для всего Израиля Вот у всех племен свои города, а здесь некий идеальный Иерусалим Стоп, вы мне сейчас скажете Вообще-то храм был в Иерусалиме, разве нет? Да, до сих пор западная стена храма, стена плаща – это часть города Иерусалима А тут, получается, отдельный участок для храма, отдельно для города, для Иерусалима Так что будут переносить, храм или город? В реальности ничего не перенесут В реальности Иерусалим останется там же, где и был И храм останется там же, где и был в Иерусалиме Но это же идеальная география И вот в этой идеальной географии, опять-таки, надо разделять Священное и обычное Пусть обычное – это такой политический, национальный, культурный и прочий центр И правителю дайте участок с обеих сторон от священного участка От участка для города к западу, от их западной к востоку, от их восточной границы Как один из тех уделов, которые протянутся от запада к востоку Это будет его земля, его владение в Израиле Имеется в виду у царя, но он его называет правителем аккуратно У правителя своя полоса земли, ему не нужно И пусть правители больше не притесняют мой народ Ему не нужно обирать людей, у него есть с чего получать доходы, своя земля Остальную землю пусть предоставят Дому Израилеву по его племенам То есть поделят между разными племенами И потом будет рассказано подробнее, как Так говорит ладыка Господь Хватит, правители Израиля, довольны насилия и угнетения Поступайте честно и справедливо Прекратите отбирать у моего народа его долю Пророчество ладыки Господа Это очень хороший принцип Дайте начальнику свою территорию Пусть он с нее кормится А народ убирать нечего Даже вот комментировать ничего не надо А дальше, казалось бы Вот смотрите, здесь все про священное и обычное А дальше про рынок, про торговлю Но при чем здесь священное все это Пусть будут у вас правильные весы и честные меры Ифа и Бат Но это меры сыпучих тел То есть зерно, например, мы отмеряли Ифа и Бат должны быть одинаковыми Ведь Бат вмещает десятую часть Хомера И Ифа десятую часть Хомера То есть Бат и Ифа два названия одной и той же меры Хомер определяет их объем В шекере 20 гер А если 20 шекерем добавить 25 шекер И 15 шекер У вас получится мины Понятно, что это 60 20, 25 и 15 Ну, слушайте, вот Зачем писать в рубле 100 копеек В метре 100 сантиметров Вообще при чем здесь это Ну, очень часто люди И сегодня такое бывает Обманывают, обвешивают, обмеряют И оказывается, что правильные весы и честные меры Для сыпучих тел Это настолько же важно, как правильно построенный храм Вот храм это для отношений с Богом А это для отношений между людьми Но это тоже часть этого священного договора Тоже часть завета И вот какую подать будете выдавать правителю Шестую часть Ифы от Хомера пшеницы И шестую часть Ифы от Хомера ячменя Смотрите Ифа это у нас десятая часть Хомера Значит от десятой части шестую Одну шестидесятую часть Ну, полтора примерно процента, да Совсем не тяжелый налог Ничтожный, я бы сказал А для оливкового масла такое правило Десятая часть бата от каждого кора То есть от Хомера, ведь в коре, как и в Хомере Десять батов А тут вообще один процент Десятая часть от десятой части А татаров двести овец На сочном израильском пастбище Одна овца Пол процента Все это для хлебных приношений Жертв и сожжения мирных жертв Им во искупление Пророчество Владыки Господа В Израиле весь народ должен давать эту подать А с правителя жертв и сожжения Хлебные приношения В излияние в праздники Новолуние, субботы По обычаям Дома Израилева Он будет приносить жертву за грех Хлебные приношения Жертв и сожжения Мирные жертвы И искупление Дома Израилева То есть вот этот налог От пол процента до полутора процентов Он не для правителя Не ему на развлечения, дворцы и удовольствия Даже не на пропитание Он на ритуальные потребности Правитель поставляет от лица всех израильтян Вот этих самых животных Зерно, вино и прочее И масло оливковое Для жертвоприношений А израильтяне ему в этом помогают И все Так говорит владыка Господь В первый день, первый месяц Возьми из стада бычка без недостатков И очисти святилище Он будет жертвой за грех И пусть священник зачерпнет кровью И помажет ей косяки ворота Четыре угла нижней части жертвенника И косяки ворот внутреннего двора Сделай то же самое в седьмой день месяца За всех, кто согрешил случайно Или по неведению И так очистишь храм То есть периодически приносятся жертвы За грех, который не узнан И вот это такое средство Ну люди часто не сознают своих грехов Не замечают, не понимают их Это такое средство даже их Как-то урегулировать В четырнадцатый день Первого месяца у вас будет Пасха Семидневный праздник Когда едет хлеб без закваски Оказывается, израильтянам Даже в этот момент нужно напоминать Что такое Пасха В этот день правитель принесет бычка В жертву за собственные грехи И за грехи всего народа этой страны И в течение семи праздничных дней Он будет приносить все сожжения Господу По семь бычков и по семь барашков без недостатков Важный принцип, да? То есть Богу отдаются лучше, а не худшее Ежедневно в течение семи дней А в ежедневную жертву за грех козла Он должен добавлять хлебное приношение По эфе на каждого бычка И по эфе на каждого барашка А в каждой эфе муки Хин оливкового масла Ну вот обычное такое продовольствие, да? И на семидневном празднике, который начнется в пятнадцатый день седьмого месяца Это именно пасхальные празднества Он должен приносить такие жертвы за грехи всесожжения С хлебным приношением и оливковым маслом Вот, наконец, подробности ритуала Мы все удивлялись, что описывается храм Но храм как бы пустой Храм просто как набор помещений А вот, наконец, обряды Что происходит, зачем происходит Я еще раз обращу ваше внимание Что честность в торговле Что умеренность правителя Его бескорыстность Они идут прежде, чем эти ритуальные подробности Вот, очень часто у израильтян Вообще у всех народов С Богом главное договориться Соблюсти там какие-то ритуалы Правила там куча всего А с людьми уж как получится А люди потерпят Вот, у Эзекииля категорически отрицается такой подход Если ты обманываешь на рынке То вот все эти ритуальные подробности Они вообще не для тебя Вот, все начинается с того, что люди честны А правитель бескорыстен После этого начинается уже правило празднования Пасхи И прочие ритуальные вещи Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok